Евросоюз впервые разрешил конфискацию российских активов. В 12-м пакете экономических ограничений появился механизм изъятия замороженных средств, которые принадлежат подсанкционным юридическим и физическим лицам. Деньги Брюссель разрешил направить европейским компаниям, у которых Москва отобрала собственность на территории страны-агрессора. Впервые активы у предпринимателей из так называемых недружественных стран российские власти изъяли 19 декабря. Путин подписал указы, лишающие немецкую Винстершоль и австрийскую ОМВ доли в совместных предприятиях с Газпромом, занимающихся разработкой южно-русского месторождения и очимовских отложений уренгойского месторождения. Все права и обязанности совместных предприятий СП перейдут к созданным правительством-обществом с ограниченной ответственностью, совладельцами в которых предстоит стать СОГАЗу и газовым технологиям. Из публикации российской редакции Forbes. Передачу конфискованных активов на нужды Киева Брюссель пока не одобрил. Для этого в Евросоюзе разрабатывают другой механизм. Ведь действующее законодательство изъять и отдать Киеву деньги не позволяет. Сейчас надо принять политическое решение, что мы отходим от тех принципов, которые были ранее, что мы прописываем новые принципы, которые более актуальны будут, актуализированы для сегодняшнего дня. И думаю, это поможет Украине в том числе и получить эти активы. Способы конфисковать замороженные активы России и передать их Украине ищут страны большой семерки. Соединенные Штаты и их союзники по блоку изучают возможности юридически обосновать арест заблокированных средств Центробанка страны-агрессора и использовать их для дальнейшей финансовой поддержки Украины. Такой шаг будет считаться законным ответом на незаконное вторжение России в Украину, если его осуществят государства, пострадавшие и особо пострадавшие от ее агрессии. К ним могут относиться союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы во время войны. Из публикации издания Financial Times со ссылкой на документ G7. Американские чиновники предположили, что конфискованные активы могут быть выделены Украине траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Эти деньги рассматривают как аванс в счет компенсации Украине причиненного агрессии и ущерба, которую в соответствии с международным правом Россия в конечном итоге должна будет выплатить.